Здравствуйте! Сегодня мы совершим небольшое телевизионное паломничество в один из древних храмов Ярославля. Он словно спрятался за большим многоквартирным домом, и немногие о нем знают. Но истинные верующие всегда находят дорогу к храму. Сейчас здесь готовятся к двум престольным праздникам – Великомунфе Сфарвары и Николая Угодника. Каменная Никольская церковь была заложена 28 марта 1668 года. По данной ее строительства грамоте митрополита Ростовского и Ярославского Иона Сысоевича. Средство на возведение храма дал ярославский купец Мартиниан Тимофеевич Дурандин. На этом месте стоял древний Никола Сковородский монастырь, сожженный поляками в 1609 году. Небольшой четверик с трех сторон окружают закрытые галереи. С запада и юга – небольшие крыльца, перекрытые на два ската. Фасады украшены скромно – аркатурные пояса на барабанах, простые пилястры и архивольты закомар. Но пятиглавие храма имеет исключительно выразительный силуэт. Это достигается высотой барабанов. Во второй половине XVII века – это общая для ярославского зодчества тенденция. В Николе на Меленках она получила самое яркое воплощение. Меленки – это место за котростью, так называли и заветряных и водяных мельниц, которые стояли на берегу. В 1685 году рядом возвели храм Успения Пресвятой Богородицы. Была здесь и шатровая колокольня, разобранная в 1939. Украшения фресковой росписью смогли выполнить через 30 лет после окончания строительства. Начало XVIII века было сложным для художников-монументалистов. Этот храм они написали до половины. То есть, может, если мы пройдем в галерею, вы увидите эту черту, сколько они смогли написать. Это было время Петра I, Петра Великого. И вот нужны были мастера в Санкт-Петербурге. И поэтому наша Ирославская школа уехала в Санкт-Петербург. Ну и сюда, конечно, она уже не вернулась после этого. И храм был недописан именно до 1996 года. Сейчас этот водораздел заметен. Те стены, что они расписали в XVII веке, украсили наши современники. Расписан сей предел великомученица Варвары в лета 2008-го. При архиепископе Ярославском и Ростовском Кирилле. При содействии настоятельницы Святого Венецкого Тотского монастыря Игумени Варваре. При настоятеле церкви Николы в Меленках Протеерея Павля. Сохранила летопись и имена художников Ярославской артели. Стена – это Александр Стериков, Микаэл Антонян, Геннадий Горшков, Михаил Кириллычев и Смирнов Алексей. Воспитанники воскресной школы и прихожане за трапезой собираются вместе за столом под фреской Страшного суда. Ее тоже успели сделать в XVIII веке. В советские годы в храме располагался цех, но многие фрески чудесным образом уцелели. В 1995 году православная жизнь вернулась в эти стены. В 1996-м предел Прокопия Устюрского переосвящен архиепископом Михеем во имя великомученицы Варвары. Он и сегодня поражает красотой каменного иконостаса. Это очень редкий пример именно такого материала. Как правило, иконостасы делают из дерева или располагают фрески на сплошной алтарной преграде. Украшением Никольского храма был пятиярусный деревянный резной золоченый иконостас. Чтимым храмовым образом была обложенная серебряной ризой икона Николая Чудотворца, чудесно исцелившаяся после пожара в Николосковородском монастыре. Современный иконостас, сделанный на толге, полностью его повторяет, поскольку нашлись фотографии и описания икон. Храм расписывали под руководством Федора Федорова. На сводах, стенах, арках и столпах написано более 400 сюжетов, отличающихся необычным, захватывающим повествовательным языком. В них сохраняется стремление представить зрителю как можно больше реалистичных подробностей, сближая таким образом мир земной и мир небесный. В этих чертах росписи Никольской и Федорской церкви Ярославля схожи с их предшественницей, чрезвычайно насыщен сюжетами и деталями стенописью церкви Иоанна Предтечев-Толчкови. Цветовая гамма росписи построена на открытом контрасте легких и чистых тонов – голубых и разбеленных, изумрудных, оливковых, белых, золотисто-охристых и киноварных. В 1822 году стенопись была частично отреставрирована Елисеем Степановичем Годуновым. Этот известный ярославский мастер на протяжении 45 лет проводил в приходских церквях многочисленные работы по исправлению старинных икон и росписей. В киотах чтимые иконы. Многие из них принесли прихожане. Ярославцы спасали их из разграбленных церквей. Держали у себя, а когда пришло время, вернули, чтобы все могли преклонить колено на службе. Тоже явление из разряда чудесных. Вот здесь сохранилась эта замечательная дверь 17 века. Красивая, расписная. Одно заглядение. С конца 18 века прихожанами храма были в основном работники Ярославской большой мануфактуры. В 19 веке в приходе были открыты фабричная школа на 450 человек, церковно-приходская школа на 90 и лютеранская школа на 250 человек. Наше телевизионное путешествие закончилось. Но мы непременно встретимся в новых сериях документального проекта городского телеканала «Храма Ярославля». Редактор субтитров А.Семкин